Уехала моя электричка, я с Борисполя ехал сначала до Дарницы, затем я поехал из Дарницы до Выдобычей, с Выдобычей, я подождал час электричку и приехал в Пельгирте, где я на машине застрял недавно, здесь ребята уже живут около недели, сейчас к ним поеду в гости в лес, посмотрим, что они там делают и сходим, наверное, на озеро Голубое, здесь где-то рядом оно находится. Вот такой вот я турист, в общем, получился, с таким рюкзаком большим, пацанам набрал там немножко к чайку сладостей и сейчас буду их искать, трубку они не берут, наверное, может спят еще в своих палатках, но буду их будить, сейчас поеду. У меня на карте есть отметка, попробую их найти, я думаю, это не составит большие проблемы, потому что ребята живут уже более недели там и скорее всего какие-то тропинки они уже вытоптали, буду искать их, в общем. Вот этот птенчик ищет, наверное, гнездо свое и Митьков в волосы пытался залезть, сейчас ко мне вот сел и замолчал, успокоился. Все, папку нашел. Да, слушай, это вообще прикол, конечно. Посмотри, да, сел и успокоился. А кто это вообще? Что это за птичка? Смотри на птичок. Все, улетел. Смотри, у нас тут, смотри, не-не-не, смотри, вот. Она упадет, она надо привязать. А, она может упасть. Не-не, там хорошо она держится, она не упадет. Задумаешь? Да, я вот сюда. Чеш, да чего ты боишься его, я не пойму. А что он ко мне летит? Да он ко мне тоже летит, чего-то, маленький еще. Он сядет, он, ну, что он тебе там тронет? Я неделю подкормить, наверное. Вот он никак не может успокоиться, этот птичек маленький. И именно к нам вот забирается, и он не здесь сидеть не хочет. Нужно поставить на землю, мне кажется. Не, не надо, на земле они же не делают. Посмотри, какой прикольный, да? Вообще красивый еще даже. Ну, видишь, у него только появились, у него пушок начал сходить. То есть, он только научился, ну, то есть, еще не полностью сошел пух. То есть, у него должны быть уже перья, типа, понял? Блин, какое чудо. Ты видишь, что он ищет или маму свою, или, я не знаю, может, какой-то запах от нас идет, что он... Думает, что мы родные, типа. Он голодный, сто процентов, что он, наверное, ему надо какого-то червячка там или что-то такое. Я не знаю, а что они жрут? Ну, они жрут мух, червячков всяких, муравьев, там, не знаю, наверное. Может, муравья ему дать? Давай. Ничего не можем сделать с ними, я не знаю, может быть, его червячком покормить, кто-то знает, может быть. Что это за птичка? Ну, это птичек, конечно же, но... Но он уже летает. Да, да, никто тебя не обидит. Ой, куда ты улетел? Ой, смотри, куда он улетел далеко, посмотри. Ого! Ого, нифига себе! А мы дадим, коробочка. Коробочка, куёбочку тебе наскуем. Приехал на озеро, Голубое озеро, называется здесь, рядышком с этим лагерем, в который приехал к ребятам. Говорят, здесь чистая вода, сейчас посмотрим. Но вот это вот, конечно, быдлячество полное. Люди не могут, приезжают на машинах идиоты, жрут, как свиньи, потом выбрасывают все в природу сюда. Вместо того, чтобы суки положить багажник себе и выбросить. Вот, подобные поехали. А строят из себя просто таких европейцев, что... Ни слова, в общем. Красота. А, жлобы, блин. Прямо возле дерева. О, такой жлобы жлобами. Они везде будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА закончилось мое путешествие почти приехал на выдобычу катался в лесе там в лесочке друзьями сейчас пойду на электричку наверное до борисполя и водички потому что очень пить хочется поеду уже домой очень классное настроение с 5 утра на велосипеде это очень круто я вам скажу занимаетесь покупайте велосипеды через борис такие сиденья удобные сделали вагончик Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Пишите комментарии, покупайте велосипеды, катайтесь, занимайтесь спортом! Спорт – это сила, спорт – это здоровье! Всем пока! Всех люблю, всех целую!